Так, дорогая публика, здравствуйте! Я беседую с калифорнийцем, жителем Калифорнии, Артемом Евсеевым. Он, вообще-то говоря, из Рязанской области, из Касимова, из самого Касимова? Из района Касимова. Из Касимовского района. Тут у него такая исламская борода. Касимов это старинный мусульманский город, в общем-то, вот на рязанских землях. Вот, вот он тут такой улыбчивый, веселый. Здесь он в России занимался бизнесом, и вообще-то он еще и программист. Он мне так рассказал. А вот в Кремниевую долину он приехал, и оказалось, что понимает, в чем дело свой бизнес. А он бизнесмен, так сказать, бизнесер. Свой бизнес там устраивают, в основном, люди с образованием, так сказать, профильным, с бизнес-образованием, бизнес-администрированием. Ну, он сейчас и учится на бизнес-администратора и ведет свою коммерческую деятельность продолжает вести. Вот. А захотел он поговорить со мной на тему об интеллектуальной собственности, об ее значении для развития, так сказать, экономики, для развития общества. Ну, я вам сразу скажу, Артем. Во-первых, здравствуйте, Артем. Поздоровайтесь с нашей публикой. Здравствуйте. Да. Во-первых, вот вам сразу скажу. Есть такое мнение, что интеллектуальная собственность явно тормозит развитие и экономики, и всего чего угодно. По крайней мере, вот был такой, в времен моей молодости, заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки. И там, значит, тоже провозглашалась одна из корзин, как там называлась, один из фрагментов, там, что, значит, надо было обеспечить свободную циркуляцию людей и идей. Сейчас, соответственно, циркуляция людей затруднена, так сказать, визовым режимом. Вот. А циркуляция идей... Ну, простите меня, хочу скачать книжку, да? А мне говорят, нельзя. Библиотека Ленина хотела свои фонды превратить, так сказать, вот в электронную форму, чтобы каждый мог вот с этой вот главной библиотекой России иметь дело. Мы сказали, нельзя. Общество вот это вот по охране прав, как это, автор, авторских прав, он запретил, да? То есть хочешь какую-нибудь книжку почитать, если автор еще не умер 70 лет тому назад, поезжай в Москву, выписывай и сиди в читальном зале, читай. Вот. Такие вот законы у нас суровые, да? Да, законы суровые. Но это законы локальные, есть законы еще международные. И надо сначала начать с того, что с определения интеллектуальной собственности, потому что, например, идея, как вы говорите, циркуляция идей очень хорошо, но идея не является интеллектуальной собственностью. До тех пор, пока эта идея не имеет материального носителя, но простите меня, как же в современном мире идеи будут циркулировать без материального носителя? Что берешь, выезжаешь за границу и рассказываешь свои идеи, так сказать, проповедь, но это просто путешествие проповедников, которые сейчас, простите меня, опять же, затруднено визовым режимом. Что делать-то? Идеям хорошо путешествовать с помощью книг, в интернете и так далее, чем угодно. И эти идеи часто облекаются в форму, опять же, книжную, форму кинофильма. Это все ведь носитель какой-то идеи. Все это для чего делается, как нас учили, что книга должна какую-то чему-то учить, какую-то идею содержать. Вот. Ну, кстати, вот откровенная вещь, которая просто учит учебник, да? Он тоже авторские права, а тут все сурово. С учебниками гораздо сложнее. Под определение, под разновидности интеллектуальной собственности попадает, как вы сказали, литература, любое художественное произведение туда попадает, музыкальное, видео, процессы, бизнес-процессы по франшизе. Это тоже интеллектуальная собственность. Торговые марки – это тоже интеллектуальная собственность. И вот те ограничения, о которых вы говорите. Ну, в чем преимущество для бизнесмена? Ну, тут нужно говорить, есть разница между преимуществами для общества и для бизнеса. Потому что предприниматели – это такие люди, как губки. Они впитывают культуру, они самая адаптивная часть населения. И для них как раз такие ограничения, связанные с интеллектуальной собственностью, они дают выгоду, они стимулируют инноваций. Был такой президент в России Дмитрий Медведев, который хотел Кремниевую долину организовать в пустом поле. Может, не в пустом, но смысл в том, что он хотел стимулировать инновации. Так вот, законодательство в области интеллектуальной собственности, которое защищает эту интеллектуальную собственность, оно как раз таки этими ограничениями создает условия для стимулирования. Предпринимателям нельзя копировать, вот как, допустим, Яндекс, например, копируют многие компании из Кремниевой долины или, допустим, ВКонтакте копируют социальные сети американские. То есть, просто берут технологию и повторяют. Ну, я бы сказал, не копируют, а что-то делают под впечатлением, да, понимаете? Вот, ну... Представляется, да, правильно. Представляется. Они в легальном поле это делают. Кто-то, например, сделал автомобиль с колесами, да? Так же, как у Форда. Ну, а как он может сделать автомобиль без колес? Ну, может, говорит, на лыжах там, ну... Кстати, это тоже уже было. На лыжах тоже было. Вы хорошо вспомнили про Генри Форда. Генри Форд как раз цитировал, по-моему, Томаса Джефферсона о том, что великие изобретения всегда создаются в ограниченных условиях. То есть, самое худшее, что можно сделать предпринимателю для изобретателя, это дать карт-бланш, полностью завалить его деньгами и ресурсами. Поэтому все автомобили Форда, компании Форд, они ограничены всегда были ценой, и всегда выделяемые ресурсы Форд ограничивал для изобретателя. Он им ставил такие суровые, жесткие условия. Вот. То есть, он больше давал рабочим, чем именно креаклам, креативному классу. Их он ограничивал как мог. Он их ограничивал ценой, он их ограничивал ресурсами, он им ставил условия и говорил, вот вам условия, вот вам задача, вы ее должны решить. Меня не волнует, как вы это сделаете. Единственное, что он мог добавить людей только. Но и то тоже там существовали ограничения по именно отсеву этих людей. То есть, нужно было обладать компетенцией. И нужно было его убедить еще в том, что эти люди необходимы для команды. Вот. Что именно вот этот человек, неважно из какой точки планеты он, они его привезут и оплатят все, но он должен был именно быть недостающим винтиком для того продукта, который они выпускают. И вот законодательство в области защиты интеллектуальной собственности, оно как раз работает таким образом, что оно создает эти ограничения, когда бизнес должен придумывать, как скомпилировать разные технологии, разные инновации создавать таким образом. То есть, нельзя просто делать то же самое дешевле. Ну, надо придумывать какую-то дополнительную, вот улучшение. Там есть в законодательстве разные определения. Когда попадает это под интеллектуальное право. Само интеллектуальное право, вот, есть разные виды интеллектуальной собственности. Есть патенты, есть копирайтинг, есть торговые марки. И вот под патенты, если я не ошибаюсь, там попадает только определенные категории измененных продуктов интеллектуальной собственности. То есть, если департамент по патентам и торговым маркам США, он увидит в вашем продукте, в вашей инновации, что это наносит ущерб оригинальному произведению. Вы это сделали с целью извлечения прибыли одновременно и нету трансформации или улучшения какого-то. То есть, есть определенные критерии, по которым должны быть соответствия. Если этих соответствий нет, вы нарушили интеллектуальное право. Если вы соблюдаете эти критерии, там все как по учебнику. Там есть определенные критерии. Если адвокат не сможет подогнать это изобретение под эти критерии, то все нужно придумывать дальше. А если под критерией все подогнано, то я вас поздравляю, вы придумали новую форму интеллектуальной собственности. Дальше ваша задача уже дистрибьюировать ее, расширять. Вот торговая марка, франчайзинг, например, это как раз инструмент интеллектуальной собственности, который позволяет предпринимателю получить еще одну выгоду вот этих ограничений. Он получает расширять охват. То есть, вот этот инструмент сама по себе индивидуально, юридически она работает как ограничитель. Она не работает как то, что дает право вам производить. Она забирает эти права у других людей, у других предпринимателей. То есть, это ограничивающий законодательный инструмент, который создает барьер для всех остальных. А вам за счет, например, торговой марки предоставляется возможность увеличить охват в рамках международного права. И, например, таким компаниям, как Nike, они могут свой бренд налепить на производство совершенно другого завода, на другом краю земли. То есть, не обязательно производить все в одной стране. Когда мы покупаем какие-то продукты, мы думаем, это американская компания производит. Но завод это может собирать в десяти странах. То есть, не обязательно, чтобы это было локально где-то произведено. И многие компании за счет интеллектуальной собственности и законодательства в области интеллектуальной собственности, они могут покупать заводы, которые производят, конкурентов фактически покупать. И просто они будут делать. Существуют тоже разные форматы. Есть как это утилити. То есть, технология, которая улучшает что-то. Это тоже интеллектуальная собственность. А есть интеллектуальная собственность по принципу дизайна. Например, автомобиль. Сам по себе автомобиль и Mercedes, и условная Lada Kalina, там же все одинаково технологически. Сложно придумать какие-то улучшения. Но при этом вы можете произвести дизайн автомобиля, который будет... Ну, то есть, вы можете купить завод, этот завод будет производить автомобиль вашего дизайна. Вот. То есть, это все обеспечивается через вот это законодательство. Потому что, в принципе, если вы умеете производить какой-то продукт, машина – это, конечно, сложный продукт, но попроще что-нибудь. Типа одежды, да? Абибас какой-нибудь вы можете производить. Это то же самое, что Адидас, но вот есть законодательство, и оно ограничивает на то, чтобы ваша швейная фабрика производила контрафакт, ну, подделки. Конечно, существуют компании, которые в подвалах шьют, продают реплики. Вот. Тут тоже нужно понимать, что законодательство в области интеллектуальной собственности, оно не направлено на то, чтобы устранить вообще полностью таких предпринимателей. Его задача в том, что они вас не превзойдут. Вот как было, например, с Макдональдсом в Крыму. Они просто сменили вывеску, получается. Но тут нужно понимать, что эта компания никогда не будет конкурировать на международном рынке с Макдональдсом. Ну, то есть вы можете налепить вывеску какую угодно, делать все то же самое, по той же самой технологии, с тех же самых ингредиентов, продуктов, но международной компанией вы не станете. Вам не дадут инвестиции, потому что это плохо влияет на имидж. Про контроль как раз-таки, как контролируется интеллектуальная собственность. Она контролируется через консалтинговые компании. Крупные консалтинговые компании, они проверяют, делают аудит финансовый. И интеллектуальная собственность, она вносится в баланс компании в том числе. И когда вы выходите на международный фондовый рынок, вам нужно пройти андерайдинг. И чтобы пройти этот андерайдинг, у вас должна быть чистая бухгалтерия. И в компаниях, в современных компаниях, вот эти интенгибл assets, это нефизические активы. Количество нефизических активов, оно сильно выросло, чем количество физических активов за последние, ну, получается 45 лет. Вот так вот примерно. За последние 45 лет была разница примерно в 10 раз, когда физические активы превосходили нефизические активы. А сейчас разница, я не помню точные цифры, у меня здесь инфографика открытые, если честно. Вот. Ну, скажем, раз в пять больше сейчас активов у крупнейших компаний в нефизических активах. То есть сейчас за 40 лет компании, которые превзошли, компании 45-летней давности, они их превзошли и в области физических активов, но за счет наращивания нефизических активов. Значит, очень интересная вещь, что в такой ситуации, когда, вот, ну, собственно, как вы сказали, в пять раз больше, то есть, ну, больше 80%, да, там, получается, нефизические активы в активах компании. Правильно? Да. Вот. И в случае чего, в случае изменения политической обстановки, в случае того, что как-то легко очень попасть под санкции, что ваши нефизические активы не будут играть какой-то вот роль и их не учтут их. Ну, отнять, там, так сказать, паровоз очень тяжело, а вот отнять патент на паровоз, ну, пара пустяков. Ликвидировать, и он, перед всеми, все могут делать паровозы. Вот. Это мощно там. Вот. Я вот так вот по-свойски, по-простески оценил, я живу в России, живу в России времен спецоперации, и понимаю, что это еще одна уязвимость, да, то есть, то, что наши компании отсталые, и у них не было такого большого веса в их интеллектуальной собственности, это даже плюс. Не отнимешь того, что нет, да, не потеряешь того, что не имеешь. Да. В этом крайне не потеряешь, но если думать именно категориями того, как превзойти, то есть вы и в обратную сторону не отберете, потому что во многом интеллектуальная собственность, она, ну, вот, например, технологии, которые покупаются крупными компаниями, такими как Apple или Facebook, то есть у них нечего отбирать в этом плане, захватывать нечего, потому что когда они покупают российскую компанию маскарад, которая меняет, делает технологию deepfake, там человек может посмотреть, как он будет выглядеть в старости, как он выглядел бы, если бы он был другого пола и так далее. Эта технология позволяет делать маски различные, когда люди снимают stories и так далее. В общем, она работает с параметрами лица. Так вот, когда они покупают, делают сделку, платят несколько миллиардов долларов через фондовый рынок и так далее, они покупают не просто как бы способность делать это и добавляют к себе в социальную сеть. Они покупают команду этих людей. Это подразделение, это компания, которая разработала этот продукт, эти продукты, они начинают работать только на внедрение этой технологии для их социальной сети. То есть они перестают конкурировать с ними за то, чтобы их вот этот продукт стал социальной сетью, расширялся. Они просто вправиваются в систему и эта команда, она начинает работать на крупную корпорацию. Вот так это происходит. То есть вот эти интенжибл ассет, которые интеллектуальные, да, собственность, это не сказать, что это воздух какой-то. Вам не нужно покупать, вот как раньше покупали, станки для того, чтобы производить что-то, да, вы можете владеть интеллектуальной собственностью таким образом, что люди будут на вас работать, но при этом вам не нужно перемещать физически станки, заводы и так далее. Просто люди, которые работали под одной вывеской, они перестают под ней работать и работают уже на вас. Под вашей вывеской. Да, то есть они продают вам интеллектуальную собственность, которая является конкурентным преимуществом. То есть они вам продают свое конкурентное преимущество, которое они могли бы использовать против вас, вот, если бы они могли привлечь достаточно инвестиций. Но для того, чтобы им конкурировать с крупными компаниями, им придется, ну, покупать точно так же очень много технологий, причем тех технологий, которые контролируются крупными компаниями. Вот. А их негде купить, потому что они скупают просто все, как пылесос. Вот во многом русские предприниматели, которых я знаю, которые приехали в Америку для того, чтобы открывать бизнес, едут с Кремниевой долину, они много, многие из них не профильные, не имеют профильного образования в бизнесе, потому что бизнес – это наука. Вот. Это часть экономики, экономика – часть социологии, потому что она изучает отношения, экономические отношения людей. Бизнес-администрирование изучает экономические отношения людей. вверх той группы людей, которые управляют. Так вот, те люди, которые едут открывать бизнесы в Кремниевой долину, они изначально едут с таким планом, что, ну, я приеду туда, разберусь, приезжают, и как бы нужно открывать бизнес, потому что нужно кормить себя, нужно кормить свою команду, которая там осталась, скорее всего, в странах СНГ, где они были. Вот. И так далее. И они открывают компанию, но у них не получается открыть бизнес, который будет конкурировать с Фейсбуком или Эйпл. Они просто выполняют как работу по тендеру, как контракторы, здесь это называется, подрядчики. То есть они создают какой-то гениальный бизнес, у них гениальные идеи, какое-то конкурентное преимущество. И им делают предложение, от которого они не могут отказаться. Так было, например, с Ватсапом, с Твиттером. То есть Фейсбук покупал их за миллиарды долларов. То есть это, по сути, они покупали не бизнес, не приложение само, они выкупали всех сотрудников. При этом им не нужно строить для них офис, завод и так далее. Они там вот где работали изначально, когда они собрали первые инвестиции, первую команду, они там продолжают работать. Просто теперь у них нет вывески, как отдельные компании, а у них есть вывеска подразделения Фейсбука. Вот и все. И Фейсбук, он не только контролирует продукты, бренды, торговые марки как раз-таки. Вот Инстаграм отдельно у него, Твиттер отдельно, Ватсап отдельно. А он еще этих людей заставляет работать в свободные от задач, которые есть внутри этих брендов, на свой бренд. То есть тем самым он внедряет все конкурентные преимущества в себя. Потому что главная проблема крупного бизнеса, почему крупные компании, например, нефтяные, ну логика какая обычно у предпринимателей, что я сейчас что-нибудь начну производить выгодное, у меня пойдет поток денег. И я буду просто покупать, покупать, покупать. То есть никто не мыслит категориями, что нефтяная компания, она не сможет конкурировать с какой-то маленькой компанией, которая занимается поиском в интернете книжек каких-нибудь. Или продает книжки в магазин по продаже книг в интернете. Потому что для крупных компаний очень рискованно вкладываться в непонятные стартапы, где там офис просто, и сидят три человека, программисты. И они не готовы рисковать и вкладывать туда деньги. Они могут дать им денег, но они могут им дать денег очень мало, чтобы их купить. Они не смогут их купить. И поэтому они покупают в основном смежные компании вокруг своей отрасли. А экономика начинает расти там, где как раз-таки нет регулирования сильного такого. И IT-компания, они превзошли, например, нефтяные компании, именно потому что им дали льготы, им дали налоговые преференции, и они начали скупать своих конкурентов. А нефтяные компании, они не могут объяснить своим инвесторам, которые инвестируют в нефтяную компанию, что нам не нужно, чтобы вы инвестировали в конкурентное что-то. Тем самым они как бы деградируют. То есть большим компаниям тяжелее адаптироваться. Им тяжелее убедить кучу инвесторов. Даже если они будут им объяснять, что мы потеряем эти деньги, которые мы сейчас имеем, мы будем расти, будем расти медленно просто. Медленнее, чем они. И рано или поздно они нас превзойдут. Они нас просто могут купить потом. И так или иначе, это случается рано или поздно. И то же самое случится с нынешними компаниями из-за интеллектуальной собственности. Из-за такого же подхода. Такие компании, как Google, Apple и Facebook, они становятся уже, уже сейчас становятся они слишком зарегулированными. Слишком многого от них требуют. И они уже не могут так рисковать и вкладывать. Ну, например, они не могут вложить 80% своих денег, на которые они тратят на инновации. Они не могут их вложить в криптовалюты. Или в NFT какие-нибудь. Потому что это слишком рискованно. Там слишком большая волатильность. Но тем не менее, те компании... Вот типичный пример – это компания Tesla. Вот еще 10 лет назад, но она была гораздо меньше, чем Apple, чем Google. И Google, и Apple, и даже Яндекс. Они делали то же самое. Они делали искусственный интеллект. Они делали портотипы электрических автомобилей, которые будут ездить без водителя. Они этим занимались очень долго. Они очень долго инвестировали в инновации. Их подразделения инвестиционные, венчурные инвестиции. Но, как мы видим, Tesla, она всех обошла. И вошла в десятку крупнейших компаний планеты. Почему те компании, которые тратили десятилетиями, деньги на то же самое, на те же самые... Они покупали тех же сотрудников, которые заканчивали те же самые университеты, собирали те же самые команды и давали им ресурсы. Но Tesla, будучи ограниченной в ресурсах, не обладая компетентными, высокодипломированными инженерами и так далее, она их превзошла во всем. Ну, раньше гораздо. И сейчас Tesla – это крупнейший производитель не машин, а искусственного интеллекта. Потому что Tesla, как и Apple – это не телефоны. Вот почему Nokia умерла, например, а Apple сейчас на коне. Потому что Apple производит не мобильные телефоны, она производит компьютеры. Это изначально была компания, которая производила программное обеспечение, компьютеры. И вот за счет как раз-таки интеллектуальной собственности, за счет тех приобретений, которые они делали, они стали производить компьютеры все меньше и меньше. Сейчас они производят компьютеры размером с часы. А на выставке в Дубаях технологической там уже представлены образцы компьютеров размером с линзу. То есть все абсолютно технологии, они уменьшаются и при этом они расширяют проходимость данных. То есть сейчас больше данных мы получаем за счет того, что у меня есть телефон, у меня есть планшет, у меня есть часы, у меня есть компьютер. И при этом я очень ограничен в том, чтобы отдавать, вводить данные. И вот к этому стремятся технологические компании. Они стремятся к тому, чтобы мы могли больше отдавать данных им, больше отправлять запросов, больше интегрироваться. И сейчас Facebook попытался сделать шаги в эту сторону с метавселенными. Они попытались презентовать это. И в тот же день, как Цукерберг презентовал это, его акции рухнули, он потерял 250 миллиардов долларов. Это связано именно с тем, что Facebook слишком большая компания. И инвесторы сразу же начали продавать акции, потому что им не понравилась презентация. Потому что та инновация, в которую хотят инвестировать инвесторы, основные инвесторы Facebook, она конкурентна. То есть им в пору продавать все свои активы и вкладываться только в один, в котором они точно уверены, что в следующие 20 лет он вырастет. Но они так не могут сделать, потому что им не позволят другие инвесторы. Потому что они продадут акции. Потому что они боятся дать слишком большую власть над целевой аудиторией Facebook и их руководством. И у них есть все рычаги для этого. Именно с точки зрения интеллектуальной собственности. Но это навредит их имиджу. Есть такой показатель в бухгалтерском отчете здесь. Особенно у компаний, у которых есть листинг на фондовом рынке. Этот показатель называется Goodwill. Я не знаю, как его правильно перевести на русский язык. Я вас не слышу. У нас вот так обычно называют Goodwill, да? Это имидж. Имидж компании можно перевести так. То есть вот как раз-таки Goodwill резко упал у Facebook после презентации метавселенной. Потому что люди боятся Цукерберга. Они боятся того, что ему слишком много он знает о людях. Он слишком большой властью обладает. Когда-то то же самое было с газетами. Потом с телевидением. То есть люди просто... Культура отмены, она зародилась примерно на этапе отказа от телевидения. Молодое поколение просто переставало смотреть телевизор. Они не верили телевизору ни новостям, ни кинематографу, ничему. Они не хотели смотреть телевизор. И они ушли в соцсети. Сейчас в соцсетях работают люди и создают контент. Все те же люди, которые работали на телевидении. То есть интересно то, что тем людям, кто руководил газетами и телевидением, им не дали сделать то же самое, что получилось у студента, который просто создал сайт знакомств не для знакомств. То есть тоже как работает инновация. То есть есть патентное право, есть сайты знакомств. То есть они существовали уже порядка 20 лет. И по сути Facebook это сайт знакомств. Просто Цукерберг его прорекламировал как площадку для общения студентов. То есть он нащупал потребность у себя в университете и создал сайт для коммуникации студентов. То, что мы можем там обмениваться информацией, какой-то интеллектуальной собственностью как раз таки. Чем занимались люди в соцсетях изначально на кампусах, университетах во ВКонтакте. Они рисовали друг у друга на стене что-то, отправляли смешные картинки, документы отправляли. Например, курсовые какие-то, дипломные работы и так далее. Музыкой делились. То есть он начал использовать для обмена интеллектуальной собственностью платформу, которая изначально предназначалась только для знакомств одиноких мужчин и женщин. Одинокие мужчины и женщины это очень ограниченная целевая аудитория. На самом деле. Их не так много, как кажется. И на них заработать, конечно, можно. Но, как мы увидели, тысячи сайтов знакомств, в том числе лидеры этого рынка, они гораздо меньше денег имели. И инвесторы менее охотно инвестировали. Сейчас сайты знакомств вообще как бы на фоне общения в социальных сетях. Есть Tinder, но Tinder – это компания масштабами далекая от Facebook. А Facebook он в себя вобрал как раз-таки, он стал компанией, которая создает платформу. И то, что сейчас они пытаются сделать, они пытаются отказаться от прежней модели платформенного бизнеса и перейти в другой формат платформы, который будет актуален для молодого поколения. Потому что молодое поколение в Америке не сидит на Facebook, они не регистрируют аккаунты принципиально. Потому что для них это как одноклассники в России. То есть вот этот Goodwill – очень важный показатель. Он определяет то, сколько у вашей компании в будущем будет физических активов. Для физических активов нужна потребность. А потребность определяется спросом. Если у вас нет спроса среди молодого поколения, а у Facebook его нет, то вы очень быстро проиграете. Очень быстро проиграете как раз-таки тем маленьким компаниям, которые создают спрос. И Гарвард… Школа бизнеса Гарварда, Гарвард Бизнес Ревью, у них есть такой журнал научный, он как раз писал исследование, там писалось исследование про то, где бизнесам, компаниям можно как раз-таки коммуницировать с молодым поколением. То есть на каких площадках, на каких платформах вообще их можно найти и познакомить их со своим продуктом, со своими услугами. И оказалось то, что большая часть молодого поколения они сидят в видеоиграх, они используют видеоигры как платформу для общения. И они назвали это цифровыми кострами. Вот. Как бы типа как аналогия, как люди собирались у костра бренчать под гитарку. Так и сейчас школьники собираются у цифрового костра в виртуальном пространстве, в виртуальной реальности. И очень маленькими группами. Почему они назвали цифровыми кострами? Потому что нельзя найти платформу, где ты будешь как раз таки как в фейсбуке вот набирать миллионы просмотров. Молодое поколение, оно пока держится вокруг кучками, которые вот в видеоигре две команды против друг друга, например. Как в танках это происходит или в Counter-Strike. И во время игры у них и происходит это общение. И есть бренды, такие как Marvel, например. Которые уже делали коллаборации с такими компаниями, как Fortnite и Roblox. Это вот два цифровых костра, которые обладают платформой очень большой по численности среди молодого поколения. То есть дети, они ушли от социальных сетей в видеоигры. В Fortnite и в Roblox. И Roblox и Fortnite, они станут тем же самым Фейсбуком через 20 лет. А Фейсбук уже не сможет с ними конкурировать. Именно потому, что те технологии, которые Roblox и Fortnite сейчас регистрируют, они получают патенты на свои технологии, они получают торговые марки. Еще есть такое понятие Service Mark. SM. Есть TM, часто пишется в правом верхнем или нижнем углу. TM это обычно про Nike, про что-нибудь такое при физической дистрибьюции. Трейдмарк, торговые марки, я так и перевожу, правильно? Трейдмарк, торговая марка. А есть еще SM, сервисная марка. Вот. И SM обычно она ставится на продуктах услуг. Ну, то есть, вот, Starbucks, например, это одновременно и торговая марка, и сервисная марка. Потому что, когда ты покупаешь кофе, тебе оказывают услугу, тебе делают кофе. Это не только продукт, но и услуга. Вот. Но бывают и различные. То есть, бывает отдельно сервисная марка, бывает, ну, под разными брендами точнее это делается. Вот. Кстати, под разными брендами есть такая картинка популярная, то иллюзия выбора, что очень маленькое количество компаний владеет очень большим количеством брендов. Вот. Ну, такие компании, как Mars, Procter & Gamble, Unilever, они продают там, допустим, компания Procter & Gamble и Unilever, они контролируют 80% рынка стиральных порошков, например. Вот эти Tite, Ariel, по сути, это все одна компания. Они, ну, разные бренды, разные марки продают, но контролируют это производство одна и та же управляющая компания. Вот. На самом деле это не совсем так, потому что, почему они делают, чтобы было много брендов, они продают под своим брендом. Вот. Потому что есть продукты, которые они продают под своим брендом. Вот. Но, допустим, даже тот же Ashan, он продает продукцию каждый день. То есть, это бренд. Он продает продукцию Ashan. Вот. Потому что, как раз таки, вот эти ограничения по интеллектуальной собственности, они не позволяют им это делать. иначе им придется разделять по договору о интеллектуальной собственности. Интеллектуальную собственность с заводом, который производит эту продукцию. Или с инвесторами. То есть, когда они покупают другую компанию, они не могут назвать эту компанию своим же именем. Вот. Именно потом... Они могут взять технологию, они могут заставить людей там, дать им задачу внедрить те же самые конкурентные преимущества в свой продукт и продавать его под своим брендом. Но, как раз таки, когда вы владеете интеллектуальной собственностью, чаще всего во время приобретения вы должны часть отдать этой собственности, этого бренда, руководству этой компании. Ну, потому что они не работают за зарплату. То есть, там есть определенный состав руководства компании и самые перспективные сотрудники, так сказать, которые владеют тоже долей в компании и им принадлежит в том числе права на собственность бренда как основателям. Вот. И смысл в том, что вот пример хороший с Биллом Гейтсом. Когда Билл Гейтс заработал очень много денег и начал становиться первым человеком в списке Форбс, многие люди думают, что главный источник его денег это Майкрософт. Но у Майкрософта был другой основатель компании, который делал все то же самое вместе с Биллом Гейтсом. Он старше его, опытнее. Он вообще вундеркинт, математический гений. Его зовут Пол Аллен. Он тоже миллиардер, но у него состояние гораздо скромнее, чем у Билла Гейтса. А почему? Ну, вроде же они двое основали, основатели. И у них было поровну акции тоже очень долгое время. Уже когда Билл Гейтс был номер один в Форбс. Потому что Билл Гейтс потратил львиную долю своего состояния на приобретение интеллектуальной собственности в области владения торговыми марками. Например, он владеет частью торговой марки Микки Маус. Он владеет правами на продукцию Майкла Джексона. Он владеет правами на бренд Disney. То есть, он владеет не только акциями компаний. Он еще владеет и получает как правообладатель. И во многом Microsoft платит ему не дивидендами как владельца а именно как держателю как правообладателю брендов торговых марок. То есть, они ему отчисляют royalty и лицензию просто за то, что они используют имя. То есть, он владеет именами. Самое большое количество вот этих вот имен у частного лица, который есть, это Билл Гейтс. И он этими деньгами... То есть, это деньги, на которые в отличие от бизнеса ты не должен тратить затрат. Ты не вкладываешь фактически ни во что. Это не твоя задача вообще. Даже у инвесторов, вот инвесторам им нужно при анализе бухгалтерии, им нужно учитывать как раз таки вот эти тенденции, что нефизические активы сейчас растут в компаниях гораздо быстрее. И они тянут за собой физические активы. То есть, чем больше у вас интеллектуальной собственности, она позволяет вам увеличить охват. Помните, про что я говорил, когда говорил про торговые марки? То есть, она позволяет вам увеличивать охват. И вот то, что происходит с Фейсбуком, он не может инвестировать в технологии и в компании, которые сейчас обладают конкурентным преимуществом с Фейсбуком. И они слишком далеки от области социальных сетей. Но при этом они забирают целевую аудиторию будущих поколений. То есть, они перебегают, потому что они ненавидят то место, где их родители общаются. Они не хотят сталкиваться. Проблема отцов и детей, что дети, особенно подростки, они стараются избегать, они стараются находить свою компанию по интересам. И поэтому у них общение, все происходит не в социальных сетях, хотя это удобно. Безусловно, социальные сети созданы именно для того, чтобы происходило общение между людьми. Но молодое поколение, оно пусть неудобно, но будет общаться в видеоиграх, потому что там нет родителей. И сейчас получается, что видеоигры, они как раз таки набираются тех самых нематериальных активов, которые притянут за собой все материальные активы, и Facebook уже не сможет уговорить людей дать им деньги, что будет слишком поздно. То есть, происходит эта точка бифуркации, очень большая компания, очень много денег, но при этом они заложники этих денег и заложники той интеллектуальной собственности, которой они владеют. То есть, отдельно Марк Цукерберг может инвестировать в компании конкурентов, но он не может ими владеть, потому что именно права на интеллектуальную собственность, они его ограничивают в этом. Он не может просто купить эту компанию. Он может им предлагать Snapchat так отказывался несколько раз от того, чтобы продаться Facebook. Snapchat маленькая компания, достаточно конкурент Facebook, при этом по цифрам они превосходили Facebook. Они тоже не оправдали надежду, они не сильно выросли, они не стали новой формой общения. а вот видеоигры, платформы видеоигр, такие как Roblox или Fortnite, которые, я уверен, многим даже неизвестны, может быть, у кого-то дети только играют, тем не менее, эти компании очень быстро растут, они гораздо быстрее растут, чем Facebook, чем Apple и даже чем Tesla. То есть то, что произошло с Tesla, и Tesla это демонстрация как раз того упущенной выгоды, упущенных возможностей. То, что вроде Apple инвестировал в это, и Google в это инвестирует, уже 20 лет они пытаются это инвестирует, но у них не получается создать платформу, потому что они инвестируют очень мало, недостаточно, они не могут пойти на те риски, на которые может пойти Илон Маск. Илон Маск очень рискованный человек. Еще во многом рост компании Tesla обусловлен, тем, что Илон Маск занимает деньги сам у себя. Он закладывает, интеллектуальная собственность позволяет вам закладывать стоимость, вот эту value, как эта ценность. В общем, банк может оценить вашу интеллектуальную собственность и дать вам под залог деньги. деньги. Вот это то, что делает Илон Маск, он строит вот эти фабрики, гигафабрики и занимает под их equity, собственный капитал, деньги на строительство новых фабрик. и строит еще больше фабрик таким образом. И при этом у него вот эти деньги, почему многие смотрят на его акции, они говорят, Тесла переоценена, Тесла переоценена, ну, потому что люди не оценивают адекватно интеллектуальную собственность как раз. я приводил пример с Apple, что Apple это производитель компьютеров размером с телефон. Поэтому Nokia, который не является производителем компьютеров, или Motorola, или Samsung, которые тоже не являются производителем компьютеров и программного обеспечения, они всегда будут вынуждены у кого-то покупать программное обеспечение и компьютеры. И даже если они купят компании, которые производят компьютеры и которые производят программное обеспечение, они купят не лидеров рынка, то есть эти специалисты смогут только копировать то, что делает лидер рынка, то, что делает Table. Они могут напихать туда, допустим, каких-нибудь новинок, новых технологий, но смысл в том, что это не будет органично работать из-за того, что Samsung это такая компиляция технологий, то есть они там производят все свое, но при этом у них программа обеспечения Google от Android. Android, конечно, стремится к охвату больше, но проблема в том, что он не обладает такой ценностью, как Apple, потому что Apple работает гораздо быстрее. Из-за того, что у вас телефон связан с компьютером, связан с планшетом, связан с часами, вам продают не телефон, вам продают доступ к интерфейсу. То есть телефон это просто форма доступа, а когда вам продают Android, это не форма доступа к программному обеспечению, у вас нету связи, точнее она есть, но она не такая. Она вся вот построена как бы на том, что мы сделали как у Apple, мы сделали вот это как у Apple, мы сделали вот это какое-то. То есть это все неорганично, это все постоянная гонка, постоянный бег и попытка угнаться за Apple. То же самое сейчас происходит с Tesla, когда появляются новости какие-нибудь про то, что существует, создали компанию убийца Tesla. Я часто вижу такой маркетинг, вот, какая-нибудь электрокомпания, Porsche создала электрокар, там Volkswagen, Ford, но капитализация Tesla превышает капитализацию всех автопроизводителей на рынке. Потому что Tesla это не автопроизводитель, она не производит машины, она производит компьютеры, которые выглядят как машины. Вот в этом разница. То, что Tesla это изначально компания по производству программного обеспечения. А если сравнивать ее с IT-гигантами, такими как Apple, Google и так далее, то Tesla от них отличается конкурентным преимуществом в области искусственного интеллекта, потому что такого мощного искусственного интеллекта, как у Tesla, нет. Есть искусственный интеллект у Apple и есть искусственный интеллект у Facebook, отдельные. Но они занимаются совершенно другими задачами. Их искусственный интеллект не адаптивен для Tesla. Потому что искусственный интеллект Tesla обрабатывает гораздо больше информации. А что за информацию обрабатывают вот эти вот три искусственных интеллекта? Чем она отличается и, соответственно, какие цели у них? Я могу процитировать Илона Маска, он думал на подкасте Джо Рогана. И он объяснял, что мы уже, ну типа люди ждут, когда появятся роботы. Мы уже роботы. В каком-то смысле мы киборги. И вот эти искусственные интеллекты, это продолжение нашего, ну такой коллективный разум, можно сказать. Только коллективный разум, он не появится в форме человека, в форме головы, которая будет с вами разговаривать. Это не нужно. То есть есть задачи, которые вот нужны населению. Эти задачи решаются этими искусственными интеллектами. Например, Google – это полностью вся лимбическая система мозга человека. То есть Google знает все наши страхи абсолютно. как вида, как вида животных, можно так сказать. Он знает, потому что мы гуглим, мы задаем вопросы в Google о том, что сегодня нас пугает. Мы когда смотрим новости, 90% новостей негативные. Это связано с тем, что эволюционно выжили только те, кто воспринимал негативную информацию вперед. А те, кто делился счастьем, радостью, позитивными мыслями, их съели тигры какие-нибудь. Потому что передача информации, она как раз на этом и основана. На том, что я тебе говорю, беги, и ты бежишь. Так предки наши выжили. И поэтому они передали этот ген потомства, ген страха. И на этом построена наша лимбическая система, система мозга. И вот когда футурологи, писатели, они писали про то, что появится компьютер мощностью в мозг человеческий. Ну вот компьютер, серверы, которые обрабатывают все запросы Google, они уже сильнее мозга человеческого. Но не во всем. А именно в этой части они знают больше гораздо. Они знают за нас. И в каком-то смысле этот искусственный интеллект продолжение нашего интеллекта. То есть мы с ним связаны. Например, искусственный интеллект Инстаграма обрабатывает очень много графической информации. А графическая информация, ну видео, фото, это очень большой источник данных. В принципе. То есть мы сразу показываем, где мы живем, что мы едим. Вот многие смеялись над тем, что люди в Инстаграме фотографировали еду, например. Или есть такой стиль в архитектуре, называется Инстаграм-архитектура. Когда здание проектируется архитектором специально, чтобы цитирование его в Инстаграме было высоким. Чтобы люди приходили там отметиться, сфотографироваться и выложить это все в Инстаграм. То есть даже успешность вас как рантье, она уже определяется вот этими нематериальными активами. То есть вы можете построить очень хорошее здание, но вам нужно обратиться к аналитикам Big Data, которые объяснят вам, дадут вам данные от целевой аудитории, так, чтобы со всего мира люди съезжались, чтобы просто сфотографироваться с вашим зданием. Тогда это здание будет приносить вам очень высокий доход, и вы построите гораздо быстрее другое здание. То есть век живи, век учись. Ну вот я был очень впечатлен тем, что оказывается в Кремниевой долине двумя вещами. Во-первых, могут зарабатывать и реализовываться только не программисты, а те, кто организуют их работу, специалисты по бизнес-администрированию. А второе, вот ведь она называется Кремниевая долина, правильно? Там Силиконовая долина, Силикон Вэлью. Вэлли, Вэлли. Вот. А первоначально это ведь были полупроводниковые всякие устройства, разработка полупроводниковых устройств. Сейчас-то там вот такого вот инновационного бизнеса в этом направлении, я так понял, не осталось. Там больше уже в гаражах, так сказать, инноваторы этим не занимаются. Это слишком высокотехнологично стало для инноваторов из гаража. Как это сказать? Во-первых, нужно говорить о компании Intel. То, что она сейчас очень сильно теряет позиции в технологическом плане. Потому что есть компания, АСМЛ называется, она занимается созданием вот этой технологии, когда они на чипы, я не помню правильную терминологию, но я недавно об этом слышал. Они уменьшают вот это вот расстояние между единицами кодированной информацией. Они не производители самих чипов, но они производители вот этой пленки, которая является главным элементом этих чипов. И вот эта компания, АСМЛ, у нее была один единственный конкурент. Они попытались делать с помощью лазера ультра, микро. Они сделали один-два чипа, им дали деньги, но они не могут создать технологию. То есть инженеров недостаточно, чтобы произвести конвейерное производство. Они не могут производить эти пленки в промышленных масштабах. Вот и в том числе то, что сейчас происходит, дефицит микроэнергии, это именно связано с переходом к новым технологиям. То есть вот эта компания, АСМЛ, она сейчас монополист. Эта компания расположена в Нидерландах. И фактически то, что делается на коленке, собирается в Кремниевой долине, оно сильно зависит от этой компании в Нидерландах. До этого Sony, Canon занимались этим же самым. Когда было расстояние больше, требовалось меньше технологий и меньше инженеров. Сейчас только в Нидерландах на этой компании работают 5 тысяч инженеров. И очень трудно найти другое место в мире, где будет такая концентрация инженеров, сфокусированных на этой задаче. То есть очень трудно произвести, создать бизнес, который мог бы конкурировать с ними. Я еще раз говорю, есть люди, которые создали технологию превосходящую, то, что они делают. Но их возможности сильно ограничены в том, чтобы конкурировать. Они не могут в промышленных масштабах это сделать. Поэтому их выкупили. И сейчас они работают вместе с этой компанией над созданием промышленного процесса этих пленок. Видимо, речь идет о фоторезисте, скорее всего, которая наносится на поверхность кристалла. На этом фоторезисте надо выполнить изображение того, как травить, наносить, имплантировать. Вот того, что здесь будет. Последняя технология, которая была, они производили там, я не знаю, много тонн весит и очень тяжело транспортируемый. Это лазерный аппарат, система зеркал. Они лазером, там есть устройство, которое стреляет каплей расплавленного ртути или олова, какого-то сплава. И лазером стреляют в эту каплю таким образом, чтобы она попала на вот эту пленку. То есть, они пленку создают через стрельбу ртутью, нагретой ртутью и попаданием лазерного устройства. То есть, они наносят это лазером. Ну, наверное, все-таки не ртуть, а, наверное, припой или ртуть все-таки. Я не знаю, какой-то сплав. Я точно не помню. Припой, это оловянный сплав какой-нибудь там. Это микро-технологический процесс. Очень маленький. Но эти пленки, они наносятся на все абсолютно чипы, которые есть. И производят их только одна компания в Ниберландах. Они монополисты. Как она называется, напомните? ASML. ASML. И вот компания, которая производит большинство чипов для Apple, для Google, для Яндекса. Это тайваньская Семикондуктор Industries и SMI компания. Она производит большую часть вот этих чипов. Получается, Intel разрабатывает процессоры. И Samsung работает с этой пленкой, с процессорами, с чипами. Так как это компания, которая производит не только телефоны, они много чего производят. Это, как это сказать, конгломерат различных компаний. Там больше 400 направлений у них только. Не то, что брендов или бизнесов. Они даже строят дома. И работать с вот этой пленкой нового поколения, как я сказал уже, вот эта экспериментальная компания, которая создавала еще более продвинутые технологии, еще более меньшего точечного нанесения. Они даже не на пленку наносили. Я не знаю. Это трудно мне описать. Я не сильно вдавался в технологии. Вот эта компания, которую они приобрели, которая сделала технологическую революцию, можно сказать. Вот с вот этими несколькими чипами, образцами, которые они создали, работать могут только TSMI, тайваньская компания, которая загружена сейчас больше на китайский рынок, чем на международный. И Samsung. Тоже азиатская компания. В Intel нет специалистов, которые работают с этим. То есть они отстали, им уже нужно догонять. То есть они занимаются процессорами. То есть идет как? Идет пленка, потом идет чип, а потом идет процессор. То есть Intel самый последний в этой цепочке. И получается, что Intel находится в зависимости от TSMI, тайваньской компании, или от Samsung, чтобы конкурировать, покупать. И в конечном итоге все эти три компании зависят от компании ASML. И вот сложность производства вот этого конвейера микропроцессорного и еще сложность. То есть они сейчас все силы бросили на разработку вот этой новой технологии. Как им создать. Они предыдущий конвейер создавали лет 15. Вот. То есть они над ним начали работать еще там в 2006 году. И они только-только произвели там 4 штуки, наверное, на весь мир. И уже появилась новая технология. Уже нужно бросать всех инженеров на то, чтобы производить новую вот эту вот технологию. Из-за этого у нас есть вот этот... То есть оно наложилось все друг на друга. Пандемия, карантинные меры и еще вот эти изменения в индустрии. Вот. И как обычно бывает с дефицитом, что очень много факторов сошлись в одной точке. Поток Пуассона произошел. Да, Пуассонский поток. Да, случилось такое. Случилось так. И вот эти выгоды, которые сейчас покупают, получают компании, такие как Тесла, например, или там автомобильные компании на автомобильном рынке. Из-за чего мы видим эту инфляцию? Потому что не хватает чипов. Люди заказывают. Это еще связано с тем, что из-за пандемии американцы им дали деньги, но запретили путешествовать. Из-за этого рухнули авиаперевозки, ресторанные бизнесы, отели. Они до сих пор восстанавливаются, наверное. А люди сели дома, и они начали учиться. А для учебы нужен компьютер. И покупка товаров выросла. То есть все деньги, которые были напечатаны в Европе и США, они ушли в товарный оборот. И это тоже повышенный спрос, карантинные меры и ограниченное производство, и возрастание стоимости транспортировки. Все это наложилось друг на друга, и мы сейчас видим инфляцию. И те деньги, которые сейчас уходят в эти компании, то есть инвесторы тоже ошибочно полагают, что я сейчас вложусь в Теслу, потому что она растет, потому что не хватает машин, да? И они дают деньги компаниям, которые… Ну, дефицит создан не из-за их продукции. То есть люди ошибочно полагают, что спрос на продукцию, он произошел от успешного производства этой компании. А на самом деле все из-за вот этой пленки, и вот оттуда все тянется. И как рынок перераспределит все это в конечном итоге? Потому что когда, я же сказал, для изобретателя самое худшее, когда вы даете ему неограниченные возможности. Илон Маск не просто так написал в Твиттере, что это очень большое, как чрезмерно много доверия инвесторы дали его компании во время пандемии, что они не заслуживают столько. Когда их компания превзошла в совокупный рынок автомобилестроения, он сказал, что это уже перебор. И его акции рухнули после этого, он потерял немножечко, но оно уже все обратно отросло и даже больше стало. Смысл в том, что эти компании, они сейчас набрали денег, они ими не смогут распорядиться. Потому что даже в таких условиях они не могут произвести больше той продукции, которую они производят из-за этой пленки. То есть им придется ждать. И эти деньги сейчас фактически будут спускаться непонятно на что. То есть это все разочарует целевой аудитории. Целевая аудитория, как произошло с компанией Netflix, они скажут, что они не оправдали ожидания. И инвесторы начнут вынимать деньги из этих компаний. И как раз таки в поисках, куда эти деньги пристроить, люди вложат деньги в тех, кто научится работать на новых чипах. На новых чипах, на новой пленке, на всем новом. Но это когда это еще будет изобретено, все эти новые пленки, новые чипы. Есть такое когнитивное искажение, Билл Гейтс, который любит упоминать, что мы склонны, люди в принципе склонны переоценивать то, что произойдет в ближайшие три года, и недооценивать того, что произойдет в ближайшие 10 лет. Потому что люди чаще всего сфокусированы на ежедневных проблемах, на максимум три года, это потому что кредит за машину, срок выплаты первого взноса за дом, за квартиру, срок обучения в университете на мастерс дегре и на докторскую степень. Ну, бакалавр, понятно, первый курс, на четвертом уже станет понятно, закончишь ты его или нет. То есть люди в основном мыслят очень короткими категориями и не мыслят десятилетними сроками из-за того, что слишком высокая вероятность непредсказуемости. То есть мы склонны принимать решение, переоценивая те активы, как раз, которые мы инвестируем, в ближайшие три года, и недооценивать те активы, которые вырастут через 10 лет. Понятно. Я так понял, вы вот этот вопрос изложили. Который мы хотели предложить. Ну и мы там, знаете, в самом начале с вами чуть-чуть затронули. Вы являетесь представителем, как это называется-то, мусульманского комьюнити, так это называется, да? Вот. И насколько это вам там вредит или помогает вот в Калифорнии? Как вот вам, как живет мусульманское комьюнити в Калифорнии? Я не нахожусь в мусульманском комьюнити. Ну вот ваша борода меня, значит, дезориентировала. Да, она для этого и нужна, чтобы дезориентировать людей. Я не мусульманин. Вот. И никогда им не было. Но борода вам помогает в жизни? Да, помогает в жизни. Тут дело в том, что мои ровесники здесь, то есть в Америке люди, например, рожают детей в районе 30 лет. Выходят замуж или женятся здесь в районе 32-33 лет. И поэтому здесь люди живут дольше. И, ну, серьезно в бизнес-среде разговаривать с тобой, вот если ты, грубо говоря, в возрасте, когда 80% твоих ровесников живут с твоими родителями, с их родителями, точнее, проговорил. Со своими родителями, да. Тебе говорят, ты baby. Вот. Что говорят, baby? Baby, да, ты ребенок еще. Малыш. Да, никто не хочет, ну, типа, знать, откуда ты сюда приехал, что ты работал там со школьной скамьи и, ну, вообще через счет и прошел. Здесь, типа, на опыт не смотрят, не смотрят на образование и так далее. То есть люди, мне, если честно, почему-то кажется, что Америка – это вот такой капиталистический Советский Союз. Он очень сильно, в культурном плане, здесь вот этот культурный марксизм, сильно людей… Очень похоже на обстановку, вот как в Кремниевой долине, во всяком случае, было такое. Это вот как закрытые предприятия, закрытые города есть в России, да. Вот если ты не там, ну, не за шлагбаумом, потому что если ты работаешь в Фейсбуке, ну, там нет, конечно, шлагбаума. Не везде он есть, точнее. То есть есть платные, не платные, а частные парковки, да. Вот, как бы там вот эти общежития, все. Он же, Цукерберг, строит там дороги в Кремниевой долине. Они, там высыхает вот этот залив, они строятся в этом заливе. А почему компании, эти компании получили льготы? Потому что как раз-таки вот на этой, как это называется, shoreline, ну, на побережье высыхающего залива им дали землю в пользование и не берут с них налоги за использование этой земли, за то, что они, ну, строят города, по сути, там. Вот. И они туда навозят со всего мира программистов. И эти программисты, они, ну, находясь в Кремниевой долине, ты не можешь перезнакомиться со всеми там. То есть там закрытые вот эти сообщества, как вот были предприятия полного цикла в Советском Союзе. И вот если ты работаешь на мясокомбинате, то как бы у тебя же можно мясо достать, получается, так? Ну, тяжело попасть в элитный клуб, так сказать, работников очень хорошего предприятия. И вот то же самое с Кремниевой долиной. Сотрудники там очень закрытые. Ну, то есть они образуют закрытые сообщества. В Америке это называется гик-экономика и гик-культура. Ну, гики – это те, кто сидят дома в компьютерах, никуда не выходят. Они на самом деле выходят, им хватает общения на кампусе своей компании, потому что 80% space, пространства, офисов, гугл, фейсбук – это развлекательный торговый центр. Там всякие горки, детские сады, там есть место поспать, столовые, рестораны, бары. Все это без денег. Ты просто ходишь, набираешь себе кофе, не кофе. Но это территория, так сказать, предприятия, то есть это как вот, да, закрытый город, так сказать. Закрыто административно-территориальное образование в России называется. Абсолютно верно, да. Вот это очень похоже. Еще меня смущает тот факт, что… Наверное, меня не смущает, но это открытая информация в том, что все эти компании, естественно, выполняют тендеры и госзаказы, в том числе спецслужб. Вот, это… Ну, то есть в России я помню истерию по поводу того, что Telegram принуждали делиться данными с ФСБ, из-за этого уехал Дуров, когда на компанию ВКонтакте наехали и так далее. А в Америке ты просто не можешь даже разговаривать. Ну, типа, это маветон считается в разговоре, тем более с сотрудником, поднимать такие темы. Вот, то же самое о политике. В политике люди не привыкли общаться. Они просто… Я это узнал спустя несколько лет. Я путем вот такого тыка нащупал это таким образом, что здесь есть swing states, называется, штаты, которые меняют мнение. То есть они во время голосования там за Обаму были демократическими, а во время голосования там за Рейгана они были республиканскими. И вот, чтобы сохранить эту возможность, изменить свое мнение, здесь люди не обсуждают политические вопросы, ну, это считают как бы дурным тоном. То есть когда ты просто заводишь об этом разговор, они тебя выслушают, ничего тебе не скажут, они не будут продолжать про тему разговоры. Вот. И все. И, ну, вот такие культурные всякие штуки, они здесь… Ну, вот, например, здесь не принято спрашивать, сколько ты зарабатываешь. То есть ты не узнаешь это. Ну, у нас теперь это тоже не принято спрашивать. Поэтому, когда ты выглядишь… Когда ты миллионерно уходишь, как бомж, и люди такие, типа, вот, миллионеры живут, типа, как обычные люди. Да нет, не живут они, как обычные люди. Это просто они для вас так выглядят. Это с вами они ходят в простой одежде, потому что вы ходите в простой одежде. А с кем-то там другим, с кем они знакомы, в гольф-клубе они не ходят в простой одежде. То есть они переодеваются, конечно же. На яхте они выглядят совсем по-другому. Вот. И так далее. То есть, ну, здесь, в Америке, такая атмосфера закрытости, вот этой недоступности очень сильно распространена. Как слоеный пирог, американское общество очень… Ну, это как вот с Москвой. Можно приехать в Москву и, как бы, сказать, что там нечего делать. Очень дорогая жизнь. Все, что я зарабатываю, я отдаю. А можно приехать и попасть в богемную сообщество какое-нибудь. Совершенно другой слой. Будет восприятие Москвы совершенно другое. Когда ты целыми днями там встаешь в обед, ходишь по центру Москвы, гуляешь, наслаждаешься архитектурой, по музеям, ходишь по галереям. Совершенно другое восприятие между курьером, который носится по этой же самой Москве, и он с ненавистью смотрит на все эти дорогие издания. И человеком, который так работает пару часов в день, заходит в офис проверить, как дела. Взглянуть на дела, как говорили раньше. Понятно. Интересно очень. Мне вот, я вот расширил свои представления об Америке, об американской, скажем так, демократии, об американском менталитете, да, вот то, что... А вот эта вот слежка, вот работа на большого брата, как это еще называют, это у вас не является чем-то таким, что, ну, неприлично как-то, нет? У вас это естественно, что большой брат должен все знать, ну, как с этим поспорить, да? Это примерно так же, как вот, ну, если ты поел, понятно, через какое-то время ты пойдешь в туалет, и рассказывать об этом всем не будешь, и в Инстаграм выкладывать не будешь фото, да? Это очень близко, но тут такие вещи обсуждаются, ну, вот, например, в кинематографе, я знаю точно, вот эта тема, она раскрывалась в фильме «Темный лицарь», именно поэтому она имеет такой высокий балл на рейтинге в списке самых лучших фильмов за всю историю. Фернол, он снял фильм, и он попал, ну, как он отразил это общественное состояние американского общества после теракта в 9-11. То есть фильм «Темный рыцарь», он не про Бэтмена и не про Джокера, а он про, как раз-таки, ложь со стороны государства во имя общественного порядка. То есть, ну, чем заканчивается этот фильм? Прокурор, который пересадил всю мафию, коррупционных чиновников и так далее, он стал преступником из-за того, что умерла его возлюбленная, он начал мстить. Ему обожгло пол лица, он начал мстить, он убил людей, полицейских, которые отдавали приказы, из-за которой они попали в эту ситуацию, где она умерла. Он убил 10 человек, по-моему, и хотел убить ребенка и жену комиссара полицейского, который как раз связывал, вот этого прокурора и Бэтмена. И Бэтмен, он спас, получается, ребенка и жену, но столкнул его с созданием, и тот умер. То есть, ну, он его не убил, но он сам умер, короче. Несчастный случай. Это... Прокурор имеется в виду. Да, да, да. Для всех супергеройских фильмов они не убивают напрямую, типа, они создают условия, когда противник сам умирает. Вот. И Бэтмен берет всю вину на себя и говорит, что людям нужна вера в белого рыцаря Готэма. Белый рыцарь Готэма – это как раз-таки вот этот прокурор. Вот. То есть, им нужно верить в то, что человек, который представляет собой закон, может справиться с коррупцией и не стать плохим. То есть, он умер, и его сделали мучеником. Как образ Иисуса в кинематографе. А Бэтмен, который на самом деле помогал его эту мафию посадить и боролся с преступностью, не совсем законными способами. Вот. Он берет всю вину на себя, чтобы его ненавидело общество. Что это он убил, потому что он не мог поступить по-другому. Потому что он изначально, его имидж в обществе, он, ну, такой, вне закона. Вот. Это аллегория на армию американскую. То, что, да, американцы знают, что они там бомбили Ирак после 9-11, Афганистан и вся вот эта история. Но вот как раз Бэтмен – это аллегория вот этого оправдания насилия в тех странах, что они не могли поступить по-другому, потому что иначе не наступил бы общественный порядок. Вот так это мотивируется. Вот. То есть, иначе система не перешла бы в другое состояние, да? Да. И вот как раз... Нельзя сварить, нельзя сделать яичницу, не развив яйца. Да. У англичан такой сварой. Да, извините, я вас перебил. ну вот можно обсудить кино вот в таком то есть контекст фильма можно обсудить с тем кто его понимает или объяснить это человеку который его не понимает и тогда можно как-то ну то есть по реакции по ответам людей односложным хотя бы но понять их отношения да то есть они с чем-то соглашаются и чему-то удивляются вывести их так сказать на эмоции на разговор а так вот второй раз такое было с фильмом джокер я его не смотрел но я знаю реакцию людей вот то что это калька тоже но типа вот второе десятилетие и dc комикс компания она как раз знаковая тем что они подводят итог десятилетия вот такими фильмами и в фильме джокер почему стал популярный но это вот то что я когда жил в россии я не считывал вообще потому что мне там до фонаря что там американском обществе ты смотришь картинка красивая сценарий красивый игра актеров красивая а на самом деле все эти фильмы популярные в америке именно из-за того что критики хвалят лоскарь дают за контекст за привязку к событиям в сша то что это как бы подведение итога десятилетия и джокер это вот как раз про гик экономику и рассказывал про закрытость вот этих когда ты живешь вот в этой семье грубо говоря таких вот программистов да ты ребенок и ты общаешься с семьями таких и вот все вся твоя жизнь она в заперки вот и из-за этого они начинают копаться в себе искать какие-то ментальные проблемы у многих подростков там 25 процентов есть какие-то диагнозы типа hd hd там синдром там я не знаю что они могут сфокусироваться они не могут сфокусироваться они сразу бегут к психотерапевту брать там таблетки какие-то для и так далее то есть они считают что у них ментальные какие-то проблемы и пытаются их решить вот и у всех у них вот это желание кого-нибудь убить я общался с представителем младшего поколения вчера нет он еще школьник наверное был тогда то есть старшеклассник со старшеклассником и не только с ним но и в соцсетях они говорят что типа америка плохая страна и типа они правительства такие люди как трамп они заслуживают третий мировой и вообще надо типа я вот радиоактивный пепел как раз сжечь типа вверх и на тепле все города то есть они настроены именно ну то есть если их не испугаешь войной они прям типа давайте нам только этого не хватало у них абсолютно суицидальное вот это настроение мысли вот и фильм блокер он как раз проект про то что молодое поколение у них нет авторитетов они не верят никому абсолютно они не образованы естественно но смысл в том что они наверное поймут какие-то вещи и станут образованными вот если они переживут вторую мировую вот такие же треки мировую вот после этого окнеется какая часть выжившие они да не станут ценить традиции любить своих семьи там и так далее перестанут мыслить суицидальными мыслями а так нет они очень сильно и очень негативно относится к собственной стране как не вас представить калифорнийский бизнесмен или просто таскать калифорнийец или форнец можете назвать или форнец не знаю как хотите мы не ну как калифорнийский бизнесмен но тут бы больше конкретики уже до калифорнийца остается ну как ликбейтное название нет но причем если я просто вот хочу вот что вы же рассказали очень интересные вещи во первых про вот эти вот кампусы вы слова кампус обычно ассоциируется у нас со студенческим кампусом да вот есть вот это очевидно студенческий городок а тут кампусы фирмы да вот получается кампус фирмы вот этого да интересно совсем не так представляется то есть люди живут в закрытом мире чем-то это напоминает действительно наши атомные города и все эти вот закрытые города вот наверно не только не атомные бывают вот и второе то что вы рассказали про отношения к большому брату у нас ты вот на большой брат ну вы про instagram сами рассказали да там это естественно даже не обсуждается ну и плюс к этому политика но вот это с другой стороны мне очень нравится игнорирование этой темы в разговорах вот чё говорить о политике не будем это политики все но еще там политика религия на это только способ поссориться на самом деле по большому счету если будет если будем об этом не будем говорить ну и хорошо ну что что лишний раз спорить да вот как частички культуры какие-то черты культуры которые если внедрить в мультикультурное общество в снг то там типа легче бы пошел бизнес в этом плане то есть он облежит предвзято отношению здесь есть закон законы опять же который регулирует hate speech российские высказывания вот это вот все но благодаря вот это как клей но типа если убрать вот вот эти вопросы которые обсуждаются то в принципе я покупаю мусульманин не мусульманин там индус не индус ну типа я работаю работу потому что работать больше нескольких а если вот постоянно заводить об этом разговоры легко разругаться и это очень влияет на бизнес-среду на количество транзакций между населением особенно населением международным в нью-йорке 52 процента населения не родилось сша половина населения который живет на манхэттене они не родились вообще в штат они приехали вот в первом поколении до первое поколение мигрантов называется нью-йорк врата америки все знают они приезжают нью-йорк один из самых больших центров по первичной вот этой вот первый год жизни я как раз прожил нью-йорке и вам понравился нью-йорк нет я скажу так что мне вся остальная америка мне не интересно вот именно в архитектурном плане в культурном плане мне очень тяжело жить было в калифорнии вот потому что но манхэттен бостон это вообще единственные два города наверное которые как это говорится волка был можно ходить пешком пользоваться общественным транспортом просто погулять по городу дайте до магазина пешком без машины калифорния и вообще запад они очень автомобилизированы это с одной стороны как раз таки позволяет сделать вот эту экономику раздутие финансово но на самом деле это жутко неудобно то есть ты работаешь ради того чтобы но просто доехать до магазина закупиться товарами ты не можешь дойти до магазина это физически невозможно магазины расположены очень далеко они расположены на расстоянии ну надо ехать людей которых нет машины не должны оплачивать и убер чтобы покупки собрать или доставка вот доставка почему развилась здесь последнее время именно потому что есть потребность в том чтобы у нашей тоже доставка развелась ну из-за другой причины из-за ковида так ну чтобы не выходя из дома все те приносили складывали перед дверями и уходили ну вот так гулять гулять там по сан-франциско ну там буквально один район где можно погулять все то есть вот допустим как в митино ты можешь жить без машины сел до метро доехал до центра москвы сел доехал там я не знаю куда-нибудь в парк какой-нибудь царицыно куда-нибудь там погулял тут такого это просто физически очень тяжело но то есть на это уйдет там весь день и больше то есть это гораздо тяжелее по другу по другая планировка городов они изначально строились для того чтобы ездил из-за этого экономика раздуты но потому что если ты не можешь дойти используешь машину ты тратишь на бензин тебе нужна машина то опять же это создает рабочие места но на самом деле вот это вот экономика американская она ну вот она заточена это похоже на большой торговый центр ты ходишь вокруг вот дома они как на витрине стоят машины припаркованы тоже как на витрине все как на витрине абсолютно все вот все за исключением северо-востока вся остальная часть америки это просто витрина такой торговый центр жизнь торговый центр это кстати обыгрывается тоже фильме идиократия есть такой фильм где человек там я не знаю он уснул или замерз в крио камере проснулся там рэпер президент страны вместо этого воды они газировку пьют одобряют растения газировкой и так далее но тут гиперболизирована утрирована все это отражает что сейчас в америке создана в европе уходят в скандинавии как раз таки почему там более развитой экономики в нидерландах в дании я был и прилетел из копенгагена нью-йорк там наоборот запрещают парковку убирают машины закрывают дороги в центре городов чтобы там можно было передвигаться либо на велосипед или пышком это не только связано с экологией это связано с деловой активностью как раз вот и это как раз таки вот снижает вот эту долю физических активов то есть если вам не нужны машины вам не нужны парковки для сотрудников правильно вам не нужен офис большой то есть все сразу сокращается то есть вам не нужно строить старбакс по дороге заезжали люди кофе пили мне нужно строить макдональдс чтобы они могли быстро покушать вы можете все это построить в центре города все компактненько по европейски где человек просто будет ходить дошел из квартирки ну и в квартире тоже если у него нет машины он не может закупаться затариваться там как в бункере всем этим у него ему квартирка нужно поменьше магазин рядом он дойдет там купит все такое и количество транзакций увеличивается при этом есть манхэттен стремятся на манхэттен на wall street но вот как с кремниевой долины то же самое на wall street связано с кембриджем например в бостоне это как раз про слово кампус вне кампуса жить невозможно но потому что на кампусах созданы условия для студентов студентов нет зачастую нет машин им нужно ходить пешком и поэтому единственный вот такого европейского типа как мы привыкли городки маленькие не построены вокруг университета вот про кампус кремниевой долине там стэнфордский университет большой кампус стэнфордского университета и в основном все эти компании основатели этих компаний они выпускники университетов но как ни парадоксально они не выпускники стэнфордского университета то есть и его тоже но большая часть стартапов открытых кремниевой долине они открыты выпускниками принстона ельского университета что бизнес школа бизнес администрирование здесь лучше и здесь учатся а потом едут туда штамм сотрудники там все это возникло вокруг математического института все программисты математики по сути вот и вот семикондукторы все это возникло для математики для того чтобы моделировать третью мировую войну ядерные взрывы вот оттуда все это симуляции то есть они разрабатывали гуляции и дошли до того что разрабатывать симуляцию окружающего мира вот метавселенная многим непонятно что такое нет по сути симуляция жизни но вот можно создать метавселенную в которой будет планета земля где будут коммунисты править всей планеты все коммунисты ты туда заходишь входишь в аватара выбираешь аватара там либо анка пулеметчица либо чапаев но там свои герои какие-то и все и ты живешь и вот там а вот америка как выглядела бы как коммунистическая и ты там можешь ходить то есть одеть эти вар очки все будет как в америке только с коммунистической символикой вот или мусульманская планета один не одни мусульмане очень удобно это скорее всего вот как раз через 10 лет через 20 лет будущее которое нас ждет это вот такой вот мир где ты можешь просто переключать все это вопросы про кольцо дайсона я вам задавал и про сферу дайсона не связаны с тем что как вот сделать реалистично это все вот в этой метавселенной понял вас понял понял для того чтобы создавать это в реальном мире но нужно модель понятное дело и многие же отказываются от изобретения каких-то именно потому что очень тяжело презентовать и моделировать ну для предпринимателя чем отличается предпринимателя от программиста у программиста очень мышление такое машины алгебраическое называется алгебраическое мышление а для того а предприниматели геометрические так у нас обычно говорят образное мышление аналитическое да они презентовать умеют хорошо то есть но предприниматель по сути его задача собирать инвестиции в современном мире компании растут не за счет прибыли а за счет инвестиций поэтому раз таки вот интеллектуальная собственность она и важна для роста компании из-за инвестиций еще про китай китайские компании воруют технологии многие жалуются на это то что они берут там делают копию porsche копию там чего-то как они это делать не покупают на черном рынке то есть хакеры взламывают воруют все это из имейла там но вот они украли перед тем как бы была утечка с нефтью связаны по моему где-то те на каролине это на самом деле был как это дымовая завеса потому что перед этим в декабре бывший офицер спецслужб американских тоже на подкасте у джо рогана он говорил что китайцы вообще-то украли 375 тысяч почтовых ящиков у майкрософта взломали вот и он объяснял разницу как взламывают хакеры типа русские хакеры они просто бьют кувалдой чтобы что-то выключить перестал работать все а китайцы они типа воруют очень много и потом типа сидят копаются у них там много же люди они сидят копаются типа а мы вот этот тип на рыбалку похоже вот эти хакеры которые воруют такие данные то есть они сразу воруют очень много данных а потом они из этих данных как раз вычленяют вот эти вот информацию про технологии и продают это вот этим локальным предпринимателям китайским которые делают копипаст на внутреннем рынке потому что им же не нужен типа международный рынок них и так рынок большой вот но вот как раз таки интеллектуальная защита интеллектуальной собственности она не позволит китайским компаниям произвести когда-нибудь что-нибудь что будет конкурентно способна америке или европе потому что эти компании они никогда не смогут продавать эти продукты за пределы китая вот чем проблема то есть да они могут копировать производить у себя играть в своей песочнице но это не превратится во что-то конкурентоспособное то есть они не могут основать новую теслу именно из-за из ограничений по интеллектуальной собственности потому что глобализация не вот это разделение труда она требует нанимать каких-то узких специалистов которые есть только в институте в нидерландах или только в институте в кремниевой долине для этого им нужно там купить какую-то компанию или отдел основать а эти компании они замкнуты на китайский рынок в китайской экономике и поэтому они из-за интеллектуальной собственности они только могут обходными путями а это увеличивает издержки транзакционные все это влияет на пропускную способность экономики вот я говорил про манхэтта на уолл-стрит но он в кембриджи как раз на кампусе гарвардского университета мать и гарвард там находится кембриджи деловая активность выше чем на уолл-стрит потому что львиная доля хэдж-фанд менеджеров которые зарегистрированы на уолл-стрит они находятся локально там кембридж то есть сделки происходят не на уолл-стрит а в кембридже а потом они оформляются на бирже уолл-стрит вот и я когда попал в кембридж там очень много очень качественных мелких предприятий то есть ты идешь там европейский город там очень насыщенно очень то есть вот америка деловая америка конечно бостон интеллектуальная столица страны поэтому если ты умный или предприимчивый какой-то живешь либо нью-йорке либо бостоне вашингтон больше правла но вы предпочли калифорнию не я вот так хорошо рассказали про атлантическое побережье сами в калифорнии я пожил в калифорнии но я туда переехал а вы сейчас уже не в калифорнии а в каких местах или это секрет ельский университет а вот это да это восточный побережье до ельский университет рассказал то что на бизнес администрирования да 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 вы сейчас учащийся да я последний курс беру моя жена уже закончила я экзамены только стала сдать и вы же но тоже привезли из россии ну может американка они не люди что ли американцы она мой бизнес бизнес вместе делали его в россии мы писали курсовые дипломные работы когда она училась ран хикс 1 на копирайтинговое агентство а на каком входите научился ран хикси ментарным и спальным проблемам ну я так тоже бывал преподавал ну больше как мне давали этих самых как-то них техническое было единственный был факультет для была какая техническая подготовка тогда но это самый ходовой муниципальное управление да она меня не помнит может она меня просто может я у них учил чего нет нет точно я там преподавал просто вот ну хорошо спасибо вам большое я много от вас узнал в чем-то был вот я озадачен да но то есть если плывешь на корабле не надо в нем сверлить дырку чтобы не утонуть так считает видимо американцы то есть они с правительством не спорят как бы правительство не рулила вот ну вот они вот есть конечно те которые говорят нужно нужен нам ядерный пепел ядерный пепел ядерный пепел но них они потом только пойму что он им не нужен это люди у которых ничего нет ну то есть у них нет активов и у них ограниченный доступ к этим как я уже сказал большая часть америки она создана для оборачивания средств для раздувания большого потока средств при этом и покупку просто едешь магазин за покупками но все устроено таким образом чтобы ты тратил ты прям вышел из дома ты тратишь 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 и вроде получается что ты много зарабатываешь что нужно же тратить правильно вот тебе дают большие кредиты если ты их выплачиваешь во время но при этом стоимость жизни неоправданно высокая то есть по сути они живут обычные московской жизни можно так сказать ничем не отличается но цифры в 10 раз больше но стоит все дороже вот калифорния чем плохо жить в калифорнии там горы и долины и чтобы туда что-то привезти стройматериалы воду потому что вот воды нет лос-анчелесе и и туда по каналам доставляют тебе все нужно вести на траках от рак едет по карте там типа 3 мили а он полный пол мили поднимается милю спускается потом две мили поднимается потом милю спускается это перерасход и вот из-за этого стоимость всего абсолютно в калифорнии завышена в два с половиной и там люди покупают себе дом который здесь бы стоил допустим 400 тысяч долларов а там он будет стоить миллионов и все думают что в калифорнии живет очень много миллионеров но если вычесть стоимость жизни вот стоит стоимость обслуживания всего этого то получается что парни из к населения она даже не в топ-10 они очень бедны даже богатые калифорнийцу очень бедный потому что они платят в два с половиной раза больше за то же самое что здесь то есть здесь я владею домом 400 400 тысяч я не буду миллионером считаться даже владея дом за 800 тысяч который будет в два раза больше я не буду считаться миллионером при этом калифорнии миллионером будет считаться человек у которого дом вдвое меньше моего просто потому что земля дорогая все в калифорнии была дорогая земля хотя там все раздутое она дорога калифорния это как москва для мексики для мексики да но туда едет там большинство населения там латиноамериканцы нет не евро евро европейского происхождения для латиноамериканцев там большинство раньше было большинство девяносто первом году когда еще была республиканская калифорния потом начали выезжать а те начали приезжать и рожать больше и сейчас абсолютно большинство латиноамериканцам то есть но туда едут умные образованные и тащат за собой тех у кого четыре класса образования я на полном серьезе когда работал в лос-анджелесе у меня были клиенты они они по-испански пишут ошибками но типа они в слове куяра делают две ошибки их же собственный язык это самое простое слово сколько и они делают две ошибки они пишут куяра не через q а через к за не писать буквально не умеют них у меня были клиенты которых два класса образования 4 класса образования такие вот люди а самую высокая бедность треть всех бомжей живет в калифорнии это связано с тем что они туда едут они тоже верят в иллюзию вот эту калифорния dream то что в калифорнии много богатых на самом деле их немного но я уже объяснил почему потому что они на самом деле не богатый а средний класс получается там но вот чтобы тебе жить как среднему американцу вирджинии вирджиния считается среднячком вот допустим средняя зарплата здесь тысяч семьдесят в год вот а в калифорнии ну нужно 175 тысяч чтобы жить как вирджинии на 70 это очень много но это там 10 процентов калифорнии на интересно вот так услышать интересно изнутри информации изнутри это правда то что не город ангелов город обман иллюзия но калифорния это очень большая иллюзия ну фабрика грез голливуд там находится ну вот дальний восток в россии там тоже зарплаты большие в сургуте во владивостоке но там и стоимость жизни очень высокая они не богаче москвичей хотя зарабатывают на уровне московских зарплат то же самое потому что дальний восток это отделен горами от остальной части европейской россии и чтобы доставить ваши же слова о том что в иркутск выгоднее из америки хлеб за но по крайней мере так было вот во времена конца императорской россии до имперской россии добыл это отсчет был этого самого столыпина петра гаджи это из его отчета я взял просто на что вот в иркутске где бы не обвести из америки хлеб чем из этого самого вот из омска абсолютно верно то же самое с западной частью сша вот как за фронтир до раньше было такое понятие вот там идут поля 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 в центре штатов где-то вот 40 процентов который есть территории до от колорадо денвера города там дальше гор юта лас-вегас вот эти вот невада калифорния вот от денвера и по калифорнию я ехал когда сюда я ехал через все штаты из калифорнии через денвер и на северо-восток вот там горы и на машине ехали да да но пандемия потому что было лететь было рискованно 3000 миль в россии тяжело сделать это было бы но это сопоставимо как раз расстояние где-то от иркутска до москвы до петербурга точно сколько да примерно так понятно очень интересно надеюсь мы с вами еще сумеем поговорить хорошо может быть сможем назначить какое-то время через недельку через две для разговора дайте мне посмотреть расписание все-таки вы для меня очень источник очень ценной информации такой вот как-то вот необычный очень много интересного я узнаю на дискуссионном форуме в университете очень много узнаю из фидбэк отзывы которые не оставляют преподаватели далее много интересного даже моем университете учатся еще много людей из африки из азии из восточной европы то есть там очень много ваш университетом как бы дает вот эту международность да то есть ты можешь там на предмете ли мировая литература можешь анализировать лев толстой написать анализ произведение по его работе или франца кафку эммануил кант на философии но при этом там есть еще философы там африканские какие-то какие-то там карибские вот эти страны маленькие так далее вот и но вот agenda до повестка они как бы предрасполагает студентов они все проводят сравнение с америка как ни странно вот и мы им ему и многие как бы типа учатся для того чтобы потом переехать в америку вот и поэтому они многие критикуют все остальные страны вот а при этом я как живущий в америке и америка они критикуют штат америка америка и наоборот выявляют это плюсы жизни в окружающем мире интересно но вот россия там россия казахстан я родился просто казахстане они недопредставлены недопредставлены вот потому что когда я там провожу анализ сравнительные как как казахской культуры то ну это трудно критиковать трудно как-то оценивать они всегда мне поставят высокий балл потому что и они ничего не знают о казахстане самое худшее что они могут сказать про казахстан это то что они смотрели барат потому что он там конечно как танк прошелся вот я могу субботу 2 апреля так субботу 2 апреля сейчас секундочку так субботу 2 апреля то есть на самом деле вы не калифорния вы ель ель да есть хорошем смысле этого слова не смысле что дерево здесь какое время на час раньше 14 москвы до правильно понял до 14 москвы ей как надо писать через букву е или и через и и краткая и ель теперь вы меня будете артем евсеев ель это здорово моя дочь была как-то в еле вот когда она была в америке они вот были в еле и запомнился это что они туда шли в этот ель а вокруг какие-то были такие места совершенно так сказать вот ну диковатые места были а потом но в еле там все нормально там и какой-то книжный магазин какие-то на замечательные книги там купила в еле еще чего-то так там все было какой-то такое типа гетто какого-то так вот как у нас говорят проблема городов это не вот это изжитая сегрегация ну тут да когда ты приезжаешь тебя сразу говорят местные что тут буквально вот улица и вот здесь гетто через дорогу живут студенты международники всякие китайцы богатые там корейцы еврейский район там рядом какой-нибудь будет вот тут кстати брайтон бич по моему там прям есть район который прям вот ну на границе он считался одно время как я приехал самым опасным нью-йорке по моему и ну вот через дорогу там брайтон бич там все нормально там люди гуляют по променаду там опасно да через дорогу перейдешь убить могут или как все че как они все четко разделяют у нас бы убили бы на променаде если что потому что в районе брайтон бич допустим там свои свой отдел полиции который финансируется из локальных налогов на недвижимость и поэтому там на каждом перекрестке будет стоять патрульная машина вот в этом городе где я сейчас тоже самое а ну вот в нью-хэвене в каком-нибудь районе где вот это гетто по которому они шли вот там живут бедные семьи недвижимость дешево стоит из-за этого они не могут продать это чтобы купить в нормальном районе они там вынуждены жить и зачастую в бедных районах ну там не строят офисов там но то есть негде работ негде работать люди пытаются как-то вырваться как они вырваться только кого-нибудь граб грабануть их садят и там очень вот по кругу бедности они вокруг богатых районов но они не могут выбраться из этого района и и уехать куда-то далеко чтобы устроиться на работу они тоже не могут нет теперь такое неквалифицированные работы как раньше был например этот сам это как называют детройт раньше было можно приехать детройт без образования вот тебя гаечный ключ ну чё хватит разу хватит крути обама пришел власти вместе с байденом они начали делать реформы и понастроили вот этих комьюнити колледжей на образовательную реформу не проводили чтобы дать образование незащищенным слоям населения они дали образование работодатели знают ну типа что это за университеты кто там преподавал и какого уровня знания там и вот когда и чары рассматривают они просто ну открывают там этот университет вообще неважно какой там имени имя и далее просто взглянув один раз на университет ты можешь отсеивать уже людей то есть но с другой стороны я не учился таких университетов но для меня вот это представляется что ты же можешь отучиться вроде как комьюнити колледжи я слышал что многие пользуются этим вот в крепко него долине в сан-хосе например там можно пойти в комьюнити колледж мне так предлагали многие там что иди в комьюнити колледж и закончишь его и типа на третьем курсе когда там последний курс нужно будет ты сделаешь трансфер они сделали чтобы эти комьюнити колледжи могли быть аффилированы с какими-то университетами типа стэнфордского университета ельского университета вот мой университет и я учусь он аффилирован съелим ель принимает диплом и университета я учился дальше я могу гарантированно ну то есть если я сдаю все как надо по пунктам то я могу гарантированно и продолжить обучение ельском университете и уже с ельским местом там на бакалавр твой никто не будет смотреть то есть бакалавр это не бакалавр то же самое спеть и программы то есть если там российский какой-нибудь университет можешь перевестись и получить грант и учиться здесь скажите еще пожалуйста я вот как домовладелец домовладельца у вас дом кирпичный или вот такая вот типичная америка такой как деревянный каркас чем-то он обшит что-то там внутри но я сделал в том что я здесь снимаю а там у меня все 1 каролине все на каролине она сильно южнее там есть кирпичный дома но когда я на стройке работал в общем все эти кирпичные дома это просто декорирование у вас по ради свалиуллин хорошо объяснял что там просто ставят балки делают каркас у нас у меня тест сделал так ремонт то есть он убирал все делал каркас обшивал это все гипсокартоном вот тебе ремонт а у нас это назывался евро ремонт у нас это назывался да а здесь так делают дома то есть просто берешь это связано низ но вот как многие считают что типа с кирпича надежно но они делают кирпичом они просто вокруг вот этого гипсокартоном они могут это просто сайдингом сделать а могут выложить в один слой кирпичную кладку то есть дом будет выглядеть как кирпич пол кирпича да просто один слой вот так то есть это нет есть такая есть пол кирпича есть кирпич это будет один слой есть четверть кирпича можно положить кирпичи вот так вот да вот вот понимаете да можно кирпичи вот так положить это называть четверть это пол кирпича можно вот так как класть ну так 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 это называется кирпич кирпича да вот пол кирпича ясно в нью-йорке для дорого скорых вот бруклине например там земли мало и поэтому там дома они как бы сделаны такой коробкой там есть фасад фасад обычно делать кирпичную облицовку там вот эти ступеньки вход парапет там все цивильно чтобы выглядело по бокам можешь увидеть что там просто стена голая то есть без кирпича из деревянные кирпича деревянная стена я не знаю точно или не штукатурная кирпичная нет нет нам нет нет кирпича вообще то есть он то есть только на фасаде а сзади есть и спереди это просто коробка вот как она есть дерево деревянная опалубка гипсокартон все такое дело в том что внутри картона коммуникации очень много то есть когда ремонтируют дома но почему так сделано потому что в среднем американцы приезжают 11 раз за жизнь вот и постоянно то есть каждый после того как ты выезжаешь продаешь дом там делается ремонт вот тут из-за того что ну южнее и из-за того что вот много всего проходит через этот дом большой товар оборота очень быстро изнашивается не невыгодно строить ремонт европейский слепнины евро ремонт делать то есть небережно все делается здесь делается как в икее ну типа быстро попользовался выкинул все новое закидок моя мама говорила тяп-ляп и клетка и они не всегда делают тяп-ляп то есть они могут сделать качественно не могут чтобы это выглядело дорого но выглядела вот выглядит хорошие слова выглядела в том чтобы это было очень легко заменимо вот и все коммуникации они в стенах то есть все трубы вся проводка там все эти телефонные кабеля и стены на самом деле не пустые вот как говорят что коробка там ничего нет они набиты очень много чем ну то есть там в стенах у все коммуникации и в стене на самом деле очень тяжело найти пустое место в нью-йорке когда я жил там чтобы повесить картину допустим какой-нибудь ну лучше не самому сверлить стену вот американские мужики они не могут ничего дома сделать поехать полку там или прибить им надо вызывать ремонтника можно так сказать на дом всегда есть такой человек вот который придет то есть он обслуживает несколько домов сразу он придет вам повешает и так далее смысл в том что он знает где можно повесить то есть он может найти эту полость и в случае если он просверлит вам какой провод или трубу вы обратитесь в его компанию управляющей компании дома и но она покроет расходы убытки которые вы из-за этого понесете а если ты сам убиваешься у тебя вырубит свет я надо вызывать ремонтников а электрик стоит гораздо дороже чем тот человек который тебе вкручит полку и вот поэтому в домах они никого сами не делают бесполезно если у тебя дом есть даже тем кто делают что-то мастерит вот по youtube каналам можно легко понять что они если мастерят они мастерят не у себя дома для себя для дома то есть если они мастерят то это ни к чему не приделывается ну к дому то есть не так как в россии а ну то есть это просто ставится мебель какая-то или что-то такое и они мастерят всегда в гараже то есть у них такая песочница есть они что-то делают либо для заднего двора либо для гаража либо ну вот такое что можно поставить внести принести то есть к домам из-за того что здесь ипотека и очень важный показатель как количество сданного жилья в год вот квадратура люди здесь не ценят дом то есть многие покупают дом не на всю жизнь и очень страдает домовладельцы которые хотят пить прямо вот всю жизнь там прожить это очень тяжело поддерживать чистоту ремонт постоянные то есть проще просто продать его купить новый дом потому что ради так это как с автомобилем и его откатал продал купил но здесь все условия для того чтобы оборачивались чтобы не было такого на плюшкиных не было ну да но у нас такие кирпичные так уж будет стоять кирпичные есть полностью кирпичные многие строители которые из россии приезжают мы за страна снг они себе для себя строят ну то есть такие дома стоит дороже все они туда вкладывают какой тут свою душу строят для себя для своей семьи вот но смысл в том что это накладно ну то есть дольше ждать когда это все купится это содержать дорого ты сам себе проблему но зато прешь больше культуры все говорят что русские какие-то привыкли к времянки к временной жизни это это то что но если вы хотите такую экономическую активность и богатство населения чтобы такая занятость была к этому реке да вам нужно ездить на машинах строить кучу дорог расширять эти дороги строить макдональдс и starbucks и ну вот такого типа бизнеса то есть чтобы ты заехал припарковался покушал уехал чтобы не зашел то есть такого не должно быть вообще невозможно ходить строить очень большие расстояния очень больших городах и далее тогда будет оборот большой но в этом смысла нет то есть ты то же самое делаешь съездить магазин покушать съездить в портал но ты вместо чтобы ходить ты ездишь и как бы получается что ты даешь работу другим они зарабатывают но делаешь ты тоже самое вот это называется развитость но с другой стороны есть плюс для экономики в том что вот это вот все масштабность очень большая очень много можно напихать дополнительных всяких штук фич ну то есть допустим условный дальнобойщик в туркменистане каком-нибудь или там узбекистане он тоже ездит на большой машине вот но у американского дальнобойщика у него будет больше всяких примочек гаджетов больше удобств будет у него вдоль дороги есть всякий трак стоп он там помыться могут переночевать может там и девушки есть которые подойдут к нему так далее то есть вот количество сервисов удобств она растет в этом плане любой работник такой водитель казалось бы простой он ну как чем-то напоминает пилота ракеты в ракете тоже очень много систем жизнеобеспечения и так далее ну вот и американская вот эта экономика она как бы тебя создает все эти системы вокруг тебя все больше и больше больше ты такой как бы киборг вот все твое рабочее место машины киборг не в том плане что ты на себя одеваешь в себя обживляю что-то а в том плане что вокруг тебя и из-за этого здесь у многих кукушки но это очень из-за того что очень высокое количество транзакций очень высокая ответственность и люди перегорают большой темп жизни так это у нас говорят если в индустриализации когда карл маркс был люди не выдерживали физически работу на заводах и так далее да хотя до этого крестьяне работали в поле нормально да то есть они там и потяжелее работу выполняли на заводах люди физически не справлялись и умирали от заболеваний легких так далее да то сейчас люди умирают как раз таки от наркотиков от суицида потому что они не справляются психологически очень слишком много информации они фильтровать не могут не хватает образования экономики нужно затыкать дыры и очень большая проблема в учителях то есть очень тяжело создать учителей таком количестве который нормально бы отучили бы всех и еще накладывается на это культура до что типа образование не нужно я пойду делать бизнес там я не буду ученым я не буду корривистом далее вот тут еще получается что важно такое наплевать ска отношение к жизни тогда не будешь расстраиваться но это как известно анекдот про лицо и про заднее место лицо старый морщини что а там вот такая гладенькое место вот все такое гладенькое хорошенько но к чё то это так вот так молоды выглядишь на мне где-то на все в этот понятно что ему на все это очень тяжело они они здесь делают вид как бы наплевательское отношения но их подтачивает очень сильно то есть но люди снимают напряжение вся этими способами которые деструктивные деструктивными способами понятно то есть но вот эта жизнь иллюзия того что ты будешь программистом работать там на побережье ты не будешь работать на побережье это еще эрик шмидт написал в книге как работает google эрик шмидт это бывший генеральный директор google он написал в 2006 году что они тоже думали что такие компании как google apple facebook да когда они станут лидерами рынка человек сможет с образованием работать из любой точки мира но на самом деле вот прошло когда google там основали 20 лет 25 лет прошло с амазона да как amazon основа и все больше людей работает как раз таки в офисах amazon google и так далее то есть не произошло такого что образовались новые экономические центры наоборот финансовые центры стали агрегировать еще большее количество работников вокруг себя то есть они стягивают к себе программист то есть если ты программист и у тебя есть хорошее образование и опыт ты не будешь там в россии там или в казахстане сидеть зарабатывать десятки тысяч сотни долларов и там у себя открывать бизнес и там все и так далее ты поедешь туда где им единомышленники и неважно сколько это будет стоит для тебя потому что тебе невыносимо работать и жить в том месте где тебя не понимают вот из-за этого получилось то что вот как раз образовались эти закрытые комьюнити где только программисты причем программисты определенной профессии то есть гейм-дизайнеры они ну типа не контактируют с программистами социальных сетей сильно то есть это вот как допустим физик ядер шик который работает на атомной электростанции и физик ядер шик который занимается вооружением в пока да вроде как бы близко но ну скорее физик ядер шик который занимается оружием или электростанции с одной стороны с другой стороны тот кто там что-то но на ускорителе какие-то протоны бомбитыми ядра мишени да это вот скорее так программистами очень большой программист в принципе интересное слово все хотят стать программистами но на самом деле такой профессии нет это такой собирательный образ вот есть профессия разработчик а то кем хотят стать большинство людей она называется project manager это вообще изнутри не надо быть айтишник руководитель проекта вот создавать сайты создавать приложение до их создают не программист они не умеют писать код они они собирают вот этих вот кто умеет писать код раздают им задач все что они делают они контролируют процесс создания проекта вот что они делают они умеют с ними общаться но они не они его не правят супервайзеры или по-другому надзиратели да ну то есть вот этих компания amazon google facebook они на самом деле вот как раз таки поэтому и требуется но присутствие ты не можешь работать где-то там потому что супервайзер не может есть какие-то секреты как раз таки вот этот вот интенжи был асс интеллектуальная собственность они должны обсуждаться в закрытой комнате conference room потому что если ты тебя будут раздавать то есть люди которые работают на удаленке фрилансере они получают крошки со стола потому что даже эти программисты которые там они тоже получают крошки со стола потому что есть как это специалисты по автоматизированным системам они занимаются самыми вот где искусственный интеллект выгоднее собрать чем нанимать пищу программист то есть но найти хороших местах тяжело правильно возможно проще нанять очень очень умных докторов наук в программировании да вот в автоматизации систем и они нам напишут нейронных сетей они нам создадут искусственный интеллект роботы уже забрали работу ну все что мы получаем это то с чем роботы не справляются то есть то что уже нельзя отдать роботам потому что ну это дорого просто сейчас денег нет и вот на три года нам нужно нанять кого-то чтобы они заткнули дыру мы подкопили денег и за счет того что они сделают мы сделаем искусственный интеллект а потом их уволим то есть сейчас вот эта экономика информационная она создана таким образом что люди когда ищут работу они работают на уничтожение своей профессии вот водители убера и курьерской доставки они работают и вот они делят данные они ходят с приложением постоянно включены по сути они загружают данные для искусственного интеллекта то есть они пишут искусственный интеллект они в него загружают информацию для него создают память а потом он без них это будет делать просто заменит человек и все то есть человек работает на то чтобы поумнел робот вот понятно интересно очень значит до 2 апреля расстаемся до 2 апреля 2 апреля хорошо но спасибо публике родной вот я надеюсь там не берут кредит чтобы вам чтобы делать мне эти как от называть доната да вот я подумал я ведь тоже такой же вот увеличиваю количество транзакций своим фактом присутствия на информационном поле надеюсь что а может это за кредитные деньги меня оплачивает интересно да это просто интересно вот так рассказали да это я к тому сказал что внизу меня номер сбербанской карточки есть он сменился через донейшин аллерс по моему мне до меня из америки даже деньги доходят так что пару пробуйте до доходят из меня по моему от вас доходили до через донейшин аллерс наверное 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 хорошо всех благ удачи выключаем запись пока